Что ни говори, но на Востоке все чувствует иначе. Присущ даже некоторый перфекционизм, что ли. Если жить, то красиво и с добрыми соседями. Современность добавляет конструктивности, желание быть ближе и сильнее. Неслучайный первый госвизит после переизбрания в октябре президент Шавкат Мерзиёев совершил именно к соседям в Казахстан, куда пригласил его глава Касым Жомар Такаев. Рабочий график у коллег всегда плотный. На встрече отвели неполные два дня, но договориться успели о многом. А еще приняли историческое решение. Двустороннее сотрудничество теперь поднято на уровень союзнических отношений. Будут объединять усилия, использовать огромный потенциал и находить новые точки роста, как прозвучало буквально на одной из встреч в Нур-Султане. В целом партнерством довольны. Только товарооборот с начала года вырос на 40%. А дальше будет больше. В перспективе объем взаимной торговли хотят довести до 10 миллиардов долларов. Другие цифры, новые стандарты. Закрепил их и солидный пакет документов, подписанных по итогам переговоров. Детали казахстанских встреч, комментарии программы. Субтитры создавал DimaTorzok Узбекистан и Казахстан. Последние годы для стран, связанных вековыми узами дружбы и добрососедства, стали принципиально новым этапом стратегического партнерства. Отныне, благодаря политической воле глав государств, выведенного до уровня союзнических отношений. Нетрудно представить, какой мультипликационный эффект дает подобное взаимодействие государств и лидеров региона. И по темпам развития, и по потенциалам. Более того, взаимоотношения между нашими странами являются серьезным фактором обеспечения стабильности и устойчивого роста во всем Центрально-Азиатском регионе. Узбекистан и Казахстан – это естественные экономические партнеры. Причем многие отрасли и сферы дополняют друг друга. И стремление расширять многогранное взаимодействие дает реальные результаты. Растет взаимная торговля. Ожидается, что в этом году товароборот достигнет рекордного уровня – в 4 миллиарда долларов. Увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок. За последнее время количество совместных предприятий и проектов увеличилось в 6 раз практически во всех секторах экономики. Но важно, уверены президенты, наращивать темпы партнерства. И с этой точки зрения состоявшийся на уходящей неделе государственный визит президента Узбекистана в Казахстан стал знаковым. Его программа была предельно насыщена. В эти минуты здесь, в резиденции Аккорда, все подчеркивало значимость момента. Ведь приветствовали с особой теплотой и торжественностью близкого друга страны – президента Шавката Мирзиёева. Сами переговоры прошли максимально конструктивно. В теплой и доверительной обстановке. Как итог, рассмотрен весь спектр направлений многогранного узбекско-казахстанского партнерства. Уважаемый Касым Джамал Кеменович, я хочу выразить искреннюю признательность, благодарность. С первого дня пребывания в Казахстане нашей делегации традиционно теплый прием в преддверии праздника 30-летия независимости Казахстана. Это символический наш визит. Долгие столетия дружбы, которым мы дорожим, почву, которую мы закладываем, это будет способствовать столько укреплению наших взаимоотношений. В преддверии визита было сделано очень много. МПК провели под руководством премьер-министра, форумы прошли. Это дало большой колчок. Товарооборот до конца года будет более 4 миллиардов. Мы ставим большую перспективу достичь 10 миллиардов. Это амбициозная задача, но я думаю, мы это достигнем. Я еще раз выражаю искреннюю признательность за приглашение. Я думаю, сегодня есть хороший повод обменяться нам мнениями о международной обстановке. Вы правильно сказали, что когда будет Узбекистан и Казахстан сильны, и в регионах будет обеспечена стабильность имени. Уважаемый Шавкат Мирамонович, мы с большой радостью принимаем вас в Казахстане с государственным визитом. Считаем, что он имеет важное значение с точки зрения продвижения нашего сотрудничества на новый уровень. Сегодня мы подпишем декларацию о союзнических отношениях. Это действительно новый уровень. Пакет документов, который сегодня будет подписан, он придаст дополнительный импульс сотрудничеству между нашими странами. Тем более, мы условились дать поручение правительствам наших стран предпринять самые энергичные меры с тем, чтобы вывести объем торговли до 10 миллиардов. Я думаю, вы согласитесь с тем, что союзнические, стратегические взаимоотношения между нашими странами являются серьезным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Это действительно так, без всякого привлечения. Можно сказать, что чем лучше взаимоотношения между нашими странами, тем более стабильнее будет ситуация в нашем очень важном регионе. Приоритетное внимание вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, реализацию совместных проектов кооперации, взаимодействия в селе транзита и логистики, энергетики, водного и сельского хозяйства. Итак, что мы имеем по итогам конструктивного диалога? Обозначены новые точки роста, основные приоритеты и целевые задачи двухстороннего сотрудничества. Наши государства намерены задействовать весь потенциал для значительного расширения номенклатуры и объема взаимных поставок востребованной продукции за счет замещения импорта из третьих стран. Развивать взаимовыгодное партнерство путем создания новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. Приоритетными направлениями обозначены такие сферы, как привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, строительные отрасли. Нам очень нравится, как меняется Узбекистан. Бизнес-климат нравится, доброжелательность нравится, открытость людей нравится. Поэтому мы в прошлом году начали строительство, в этом году мы уже сдаем жилые комплексы. Сейчас у нас большие планы. Мы хотим больше инвестировать именно в строительный сектор Узбекистана. Мы создали совместное предприятие и работаем вместе. Мне очень нравится посыл президента вашего. Делать, работать. Мы уже получаем приглашение на некоторые инвест-проекты и мы с удовольствием будем работать. Мы хотим, чтобы эта работа еще больше расширилась. Достигнуты договоренности по реализации конкретных проектов промышленной кооперации. Тем более, что уже есть успешные примеры такого взаимодействия в машиностроении, энергетике, электротехнической, химической, текстильной и других отраслях. На подходе новые крупные проекты в строительстве, сельском хозяйстве, фармацевтике и других приоритетных сферах. Для придания дополнительного стимула этим усилиям будет создан совместный международный центр промышленной кооперации. В рамках визита на высшем уровне мы смогли упрочить наши сотруднические связи. И в первую очередь заключив контракты на экспорт нашей продукции. Разумеется, цифра 14 миллионов заключенных контрактов, она не отражает весь потенциал, который мы можем осуществлять. Но мы сделали задел на то, чтобы расширять свое присутствие на казахстанском рынке. По итогам 2021 года мы планируем, что экспорт нашей продукции превысит 50 миллионов. На следующий год мы ставим себе цель уже в 100 миллионов. И мы планируем расширять наше присутствие на казахстанском рынке. Сотрудничество развивается в трех направлениях. Первое – это промышленная кооперация, экспорт. Второе направление – это взаимные инвестиции. Только в 2021 году два успешных проекта было реализовано. Третье большое направление – это сотрудничество в сфере образования, взаимное участие на больших международных выставках. Интерес, который для наших казахстанских партнеров мы видим – это успешно реализованная инициатива нашего президента создания хлопково-текстильных кластеров. Казахстан также является производителем хлопка. И уверены, что наш опыт в создании хлопково-текстильных кластеров может быть успешно использован и в Казахстане. Главам приграничных регионов двух стран поручено взаимодействовать еще теснее в вопросах взаимных поставок продукции и выработки новых проектов кооперации. В целях расширения поставок сельхозтоваров будут создаваться агрокластеры, оптово-распределительные и логистические центры, продвигаться проект «Агроэкспресс». Одна из важнейших точек роста – транспортная сфера. Президент Узбекистана уверен, важно формировать новые маршруты, обеспечивающие выход на рынки друг друга и третьих стран. А потому лидеры условились ускорить проекты строительства железной и автодороги Учкудук-Казыларда, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан-Шимкент-Ташкент. Целевой ориентир и выработка устойчивых долгосрочных механизмов взаимовыгодного сотрудничества. Принятие совместных практических мер по активному внедрению новейших водосберегающих технологий, реализация мероприятий по лесопосадкам в Приорале. Страны будут вместе целенаправленно работать над совершенствованием формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях максимально полного задействования их потенциала при строгом уважении интересов всех государственных участников. Конкретные точки роста обозначены и по направлениям наращивания гуманитарных обменов, сотрудничества в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта. В Нур-Султане, как символ духовной общности и многовековой дружбы наших народов, будет установлен памятник Алишеру Наваиму. Цель предельно ясна – обогатить многогранное сотрудничество двух братских стран новым конкретным содержанием. И, по сути, исторический шаг в этом направлении в эти декабрьские дни уже сделан. Президенты Шавкат Мирзиёев и Касым Джамар Такаев скрепили подписями декларацию о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан. План практических действий по доведению товароборота между нашими странами до 10 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. В присутствии глав государств были подписаны межправительственные и межведомственные документы. Всего их 22, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-казахстанского взаимодействия. Реагирование на ЧАЭС, мирный космос, промышленная кооперация, торговля, инвестиции, энергетика, транспортные коммуникации, судебно-экспертная деятельность, оборона, занятость, наука, партнерство на региональном уровне. Так приняты дорожные карты по расширению сотрудничества между хакимиатами Ташкентской и Туркестанской областей, городами Ташкент и Нурсултан, Новоийской и Казалардинской областями на 2022-2023 годы, которые, уверен президент, формируют хороший задел на перспективу. Мы сегодня приняли историческое решение, подняли двухстороннее сотрудничество на новый уровень союзнических отношений. Это отвечает и исходит из долгосрочных интересов наших братских народов. Поддерживаю предложение уважаемого Касамжамар Кемелевича о создании новых механизмов нашего эффективного сотрудничества Межгосударственного совета, Межпарламентского совета и Совета министров иностранных дел. Я думаю, эти советы дадут реальный результат. Дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства с Казахстаном является неизменным приоритетом внешней политики Узбекистана. Я хотел бы отметить, что в основе сотрудничества Узбекистана и Казахстана лежит также стремление использовать огромный потенциал взаимодополняемости. Мы намерены объединить наши усилия и находить новые точки роста. Плодотворные переговоры с уважаемым Касамжамар Кемелевичем прошли в традиционно открытой, доверительной и деловой обстановке. Мы детально рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего развития многогранного, взаимовыгодного узбекско-казахстанского сотрудничества по всем направлениям двухсторонней и региональной повестки. Особо отмечена актуальность поиска новых возможностей и механизмов для реализации большого потенциала обеих сторон в интересах наших народов. Безусловно, приоритетным направлением является расширение торгово-экономического сотрудничества. Динамично растет показатели взаимной торговли. Сегодня мы обозначили качество ориентира увеличения товарооборота до 5 миллиардов долларов уже в следующем году, а в долгосрочной перспективе намерено довести его до 10 миллиардов. Одной из основных тем в нашей повестке стало углубление кооперации. У нас есть хорошие примеры. Это сборка автомобилей, автобусов и сельхозтехники Кастанаи. Выпуск текстильной продукции и электротехники в Туркестане и Шемкенте. В Узбекистане реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике, химии, стройиндустрии, банковском секторе и другие. Это только начало. Мы полностью будем поддерживать наших казахстанских партнеров и создадим все условия, чтобы им было комфортно в Узбекистане работать. Следующий год прорывным должен быть в наших отношениях. Эти прорывы должны чувствовать наши народы. Особое внимание мы с уважаемым Касым Джамат Кемелевичем уделили укреплению межрегиональных контактов, являющимся мощным драйвером узбекско-казахстанского партнерства. Будет налажена регулярная встреча руководителей пограничных регионов для продвижения достигнутой договоренности и новых перспективных проектов. В нынешнее нелегкое и противоречивое время культура и духовность приобретают еще большее значение, воздействуя на умы и сердца людей, особенно молодого поколения. В этой связи в ходе переговоров мы договорились активизировать взаимные обмены сферы культуры, науки и образования, а также здравоохранения и туризма, создавать филиалы ведущих вузов. Мы будем принимать все усилия, чтобы наша договоренность по гуманитарной составляющей, по открытой филиалам вузов исполнялась. Хотел бы выразить особую благодарность Касым Джамат Кемелевича за решение об установлении памятника великому поэту и мыслите Мир Алишера Наваи Нурсултане. Мы подтвердили свою приверженность развитию конструктивного диалога и тесного сотрудничества, которые будут строиться на принципах взаимного доверия, уважения и поддержки. Именно эти принципы лежат в основе внешней политики нашего государства, являются ключевым направлением стратегии развития нового Узбекистана. Казахско-Узбекские отношения сегодня развиваются по восходящей линии, очень успешно. Они полностью отвечают духу дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Это во многом стало возможным благодаря активному доверительному политическому диалогу на высшем уровне, как, впрочем, и на других уровнях, а также слаженной работе правительств двух стран. В ходе переговоров перед правительствами двух стран поставлена задача доведения объема торговли до 10 миллиардов долларов, и мы считаем, что это вполне достижимая цель. В качестве положительного фактора следует отметить запуск дополнительных авиарейсов между столицами и крупными городами, открытие новых автобусных сообщений, проработку новых железнодорожных маршрутов, снятия ненужных барьеров и преград. Все это с большим воодушевлением воспринимается нашими народами и служит стимулом для дальнейшего сближения братских народов. Мы с уверенностью можем заявить об открытии новой яркой страницы славной летописи казахско-узбекских многогранных связей. В то же время союзнические отношения между Казахстаном и Узбекистаном – это, безусловно, серьезный вклад в обеспечение стабильности в Центрально-Азиатском регионе и его процветании. Мы провели плодотворные переговоры в духе дружбы, доверия, взаимной поддержки. Определены магистральные направления нашего дальнейшего многопланового взаимодействия. Приоритетное внимание, конечно, уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. В этом ключе отмечена необходимость поиска новых ниш и расширения товарной номенклатуры. Мы также обсудили перспективы создания мощной инфраструктурной базы путем запуска межгосударственной товаропроводящей системы. Казахстанские инвесторы готовы вложить средства в их строительство в Узбекистане. Серьезный импульс взаимной торговли придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши страны способны не только обеспечить продовольствием центрально-азиатский регион, но стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в гораздо большем географическом масштабе. Естественно, здесь важную роль будет играть Узбекистан, как мы сегодня условились называть Узбекистан державой в области плодовочного хозяйства, потому что экспортные возможности братского Узбекистана именно в этой сфере практически не ограничены. Казахстан готов к совместной реализации проектов, в том числе по глубокой переработке мясных изделий, овощей и фруктов. Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. Есть еще очень много незадействованных резервов, проектов, что можно реализовать совместно с казахстанскими партнерами для расширения нашего сотрудничества. И в этом плане состоявшийся государственный визит президента Узбекистана по масштабам принятых решений стал, по сути, прорывным, решающим для задействования всех точек роста партнерства. Его итоги найдут отражение не только в углублении экономических связей между двумя нашими государствами, но и придадут мощный импульс экономическому росту всего Центрально-Азиатского региона. В будущем в каких сферах мы будем развивать партнерство? В Узбекистане сегодня очень активно растет химическая, текстильная, кожевенная, обувная промышленность, автомобилестроение, электротехническая отрасль. В этих сферах есть очень большой потенциал для сотрудничества. Задействовать его можно и по направлению нефтегазового сектора и металлургии. По итогам проведенных в преддверии визита деловых мероприятий, напомним, были подписаны новые инвестиционные торговые соглашения на сумму около 6 миллиардов долларов. И все это твердой договоренности. Что дает данная конференция, битва и встреча для наших бизнесменов? Поиск новых партнеров по реализации нашей конкурентоспособной продукции на территории Казахстана. Подписываются очень серьезные контракты по реализации узбекской продукции на казахстанском рынке. С помощью торгово-промышленной палаты Узбекистана, с помощью нашей казахстанских структур. Площадка это для того, чтобы найти новых партнеров для наших узбекских бизнесменов. Мы встречу в первую очередь сделали с представителями сельского хозяйства Узбекистана. И нас интересовало овощное хозяйство, нас интересовало птицеводство. Мы обменялись опытом, появилось очень много идей. Такие форумы почему нужны? Потому что это информация и в то же время знания. Особенно с такой страной, как Узбекистан, особенно плодо-овощное хозяйство. Потому что узбекские наши братья, они в этом идут вперед. Приехал 4 года тому назад с Узбекистана, мы сделали овощное хозяйство. Вот этот опыт, который мы взяли и сейчас применяем, это сильнейший эксперт. Мы эти знания получили именно нашей узбекской страны. И мы это сейчас делаем в Казахстане. И хотела бы поблагодарить нашу братскую страну за такую помощь. История. Именно на ее фундаменте строится современное, успешное партнерство. Особый личный вклад в ее укрепление внес первый президент Республики Казахстан, Елбасы Нурсултан Назарбаев. Встреча с ним, руководителя нашей страны, была наполнена особым теплом. Для меня очень приятно с вами встречаться. Вот все, что вы заложили за все эти годы независимости от Казахстана, вот эту основу великого Казахстана на 40 лет вперед заложил Нурсултан. Касым Джаман Кемелюс продолжает достойно продвигать сделанное вами. Почву наших сегодняшних отношений вы 30 лет продвигали. Добросовестно, доверительно, откровенно. Я все это знаю не понаслышке, а сам был свидетелем всего этого. Последние пять лет мы на самом деле прорыв сделали в наших отношениях. Итоги этого прорыва мы сегодня ощущаем. Бизнес Казахстана себя очень комфортно чувствует в Узбекистане. Уважаемый Шаббат Мирович, вы знаете, что я очень рад вашему приезду. И всегда ждем за последние пять лет отношения наших с вами очень теплыми. Я еще раз хочу поздравить с прошедшими выборами. Абсолютным доверием из-за народа это заслужимо. Все годы моей деятельности в роли президента страны я пытался всегда быть близким к Узбекистану. Шаббат Мирович, вы знаете, что всегда смешанно жили. Дружеские отношения между странами это очень важно. Мы живем в одном месте. Транспортные узлы торговать, ездить, кооперацию делать, строить предприятия, учиться друг другу. Это выгодно. Мы соседи. Какие-то вопросы возникают. Самое главное, чтобы эти вопросы решали. В последнее время инициативу вашей я слушаю, вижу, поддерживаю. Я еще раз приветствую вашу визит. Кош Хэдбернс. Отмечалось, что на пространстве Центральной Азии активизирован политический диалог. Запущен механизм консультативных встреч. Сформирована атмосфера дружбы и доверия. Посетил руководитель нашей страны и музей первого президента Республики Казахстан. Ознакомился с его экспозицией. Состоялось в этот день еще одно знаковое событие. Президенты Шавкат Мерзиёев и Касым Джамар Такаев, разрезав лично символическую ленту, торжественно открыли новое здание дипломатического представительства нашей страны, где все ориентировано на качество и эффективность работы. Установлено интерактивное оборудование. Для эффективной консульской деятельности запущена система электронная очередь. Все на уровне, все продумано до деталей и нацелено на дальнейшее расширение партнерства с братской страной. В ходе государственного визита президенту Узбекистана состоялось важное событие в истории двухсторонних отношений. Открытие главами наших стран нового здания посудиста нашей страны в столице Казахстана. Это является ярким свидетельством стратегического партнерства и союзических отношений между нашими странами. Символизирует проверенную временем дружбу узбекского и казахского народов, которым мы очень дорожим. Современное здание возведено строителями нашей страны. Помещение оформлено в национальном стиле. Особое внимание уделено эффективной организации рабочего процесса, широко внедрены информационные технологии. Установленное здесь интерактивное оборудование позволяет проводить переговоры как в онлайн режиме, так и в оффлайн режиме. Одна из точек роста сотрудничества – IT-сфера. И не случайно президент Шавкат Мерзивеев посетил офис цифрового правительства, расположенный на территории делового центра «Экспо», что в городе Нур-Султане. Партнеры отметили проводимую работу в Узбекистане, масштабную работу по развитию человеческого капитала, созданию IT-парков и подготовке программистов, цифровизации сектора госуслуг. А глава нашего государства подчеркнул важность обмена опытом в этих сферах, широкого внедрения технологии искусственного интеллекта в процесс оказания государственных услуг, анализа социально-экономических процессов и выработки решений для повышения комфорта жизни. Мы побывали в Астана Хаб, это аналог нашего IT-парка. Провели ряд встреч с новыми стартапами, новыми IT-компаниями. Также была встреча в офисе цифрового правительства. Мы просмотрели, как она построена, как она функционирует и как осуществляется взаимодействие. Мы пришли к единому мнению совместно с нашими партнерами, что вместе двигаться нам гораздо важнее и гораздо нужнее, потому что в Узбекистану есть множество интересных IT-компаний, которые могут оказывать образовательные услуги, услуги по трудоустройству наших молодых IT-шников. Соответственно, если мы сможем объединить усилия, мы можем достичь большего. Мы представили возможности для резидентов IT-парка, для IT-компаний и пригласили их инвестировать в Узбекистан и таким образом вместе развивать IT-рынок этого региона. В итоге государственного визита президента Республики Узбекистан Шавкята Мерзиёева в Республику Казахстан. Подписанный солидный пакет документов вновь демонстрирует твердое стремление официальных Ташкента и Нурсултана и дальше расширять многоплановое взаимовыгодное сотрудничество. Конкретные задачи, поставленные перед экономическим блоком межправкомиссии, определены пути расширения многопланового межрегионального сотрудничества, в сфере на часы по региональной и международной повестке. Всё сориентировано на то, чтобы наши страны и народы стали ещё ближе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok